Ирина Акимовна Трубчанникова говорит, что несмотря на преклонный возраст, регулярно выходит на беговую дорожку соседнего со своим домом школьного двора. По ее словам, пробежки позволяют ей поддерживать хорошую физическую форму. Вскоре Ирина Акимовна станет участником эстафеты Олимпийского огня. Статистика нам теперь выдает очень плохие цифры, что за последние 20-30 лет здоровье детей значительно получше. Поэтому, конечно, и экологическая среда влияет на это, и в своей социальной жизни. Ну и прежде всего то, что дети теперь имеют много других увлечений с помощью средств всякой информации, игрушки компьютерные. Это отвлекает их, конечно, от деятельности, но и без движения человека, он не полноценный человек. За свою долгую спортивную жизнь Ирина Акимовна работала и тренером, и преподавателем. Больше всего она гордится своими воспитанниками, ведь ей удалось подготовить больше десятка мастеров спорта, погребли на байдарках и каное. Сейчас Ирина Трубчанникова работает преподавателем физической культуры в Рязанском педагогическом колледже. Кстати, она говорит, что ей посчастливилось поучаствовать в качестве судьи на 22-летних Олимпийских играх в Москве. Олимпийские игры – это самые крупные, самые красочные соревнования во всем мире. Каждый человек и каждый спортсмен с юности мечтает попасть на Олимпийские игры, хотя бы поучаствовать. А уж Олимпийским чемпионам все ведущие спортсмены мира мечты. Это самая большая награда. У нас нет экс-чемпионов Олимпийских игр. Это может быть экс-чемпион мира, экс-чемпион Европы. Экс-чемпионов Олимпийских игр нет. Ну и приобщиться, конечно, к Олимпийскому движению – это тоже важно. Я уже имела такую честь. 22-е Олимпийские игры в Москве. Я была арбитром этих Олимпийских игр. Поэтому считаю, что повторное приобщение к этой теме – это очень здорово. Я горжусь этим. Напомним, что в эстафете Олимпийского огня примут участие 103 рязанца. Олимпийские игры